Математическая модель задачи. Математика помогает в решении многих задач в различных видах деятельности. Обычно это происходит так. Сначала задача формулируется на обычном языке и переводится на математический язык. Создается математическая модель задачи. Затем математическая модель исследуется. И, наконец, результаты исследования интерпретируются, то есть снова переводятся на обычный язык. В школьном курсе математики с такой деятельностью мы встречаемся при решении текстовых задач, в условиях которых описываются более или менее реальные жизненные ситуации. В предыдущих пунктах перевод текста задачи на математический язык приводил к выражению, однако математические модели большинства текстовых задач являются уравнениями. Исследование модели сводится к решению уравнения, а интерпретация результатов — это, конечно, ответ на вопрос задачи. Наибольшее затруднение и в решении реальных, и в решении учебных текстовых задач вызывает первый этап — перевод условия на математический язык. Составьте уравнения для решения следующей задачи. Чтобы сдать в срок книгу в библиотеку, Саша должен был читать в день по 40 страниц. Однако ему удавалось прочитать в день на 15 страниц меньше, и чтение книги заняло у него на 6 дней больше. За сколько дней Саша планировал прочитать книгу? В этой задаче неизвестно число дней, за которые Саша планировал прочитать книгу, и число страниц в этой книге. Одну из этих неизвестных величин следует обозначить буквой, затем, используя условия задачи, выразить вторую неизвестную через первую двумя способами и уравнять полученные выражения. Решение первое. Обозначим буквой Х число дней, за которые Саша планировал прочитать книгу. Тогда число страниц в книге будет равно 40Х. Поскольку фактически чтение заняло на 6 дней больше, то есть Х плюс 6 дней, и читал в день Саша на 15 страниц меньше, то есть 40 минус 15 страниц, число страниц в книге также можно выразить как произведение суммы Х плюс 6 и разности 40 минус 15. Приравнивая полученные выражения, получаем уравнение 40Х равно сумма Х плюс 6 умноженная на 40 минус 15. Решение второе. Обозначим буквой Х число страниц в книге. Тогда число дней, за которые Саша планировал ее прочитать, равно Х деленному на 40, а фактически он прочитал ее за Х делить на 40 минус 15 дней. Поскольку значение второго выражения на 6 больше, чем первого, уравнивая их, получаем Х деленное на 40 равно разности Х деленного на 40 минус 15 и 6. Составьте уравнение для решения следующей задачи. В одной цистерне 58 тонн бензина, а в другой 83 тонны. Из первой выкачивают в минуту по 0,3 тонны. А из второй по 0,4 тонны бензина. Через сколько минут во второй цистерне окажется в полтора раза меньше бензина, чем в первой? Обозначим искомое число минут буквой Х. Тогда через Х минут в первой цистерне останется 58 минус 0,3 Х, а во второй 83 минус 0,4 Х бензина. Поскольку значение второго выражения в полтора раза меньше, чем первого, уравнивая их, получим 58 минус 0,3 Х равно 1,5 умножить на разность 83 и 0,4 Х. 50 минус 0,5 умножить наразность 59 минус 0,5 умножить на наступлений в perd зону по 0,4 х. С volverли wiped в пуск, с примыс.. смотри ... ... наруш takich